И он такой, в этом волосе Фокус-жопа, кстати, можно было бы его накрыть, потом снимаем и выбираем Вот он, а хвост ты какой, северный олень Кстати, было бы здорово фокус показать, но фокус-группа Сегодня у нас горяк, оп, и фокус И стиль, что наша жизнь не града Всем привет, это телеканал О-2 И с вами в эфире программа Фокус-группа Здравствуйте, ребята, здравствуй, Хоббит, здравствуй, Катя Всем еще раз привет Ну что, программа Фокус-группа, я представлю вас, пожалуй Конечно, давно, пожалуйста, представлю Программа Фокус-группа, и в ней участвуют ведущие разного направления Итак, это Хоббит, популярный видеоблогер, а также человек, который должен в ней как минимум 10 тысяч рублей Об этом мы с ним поговорим попозже Это Катя, она, по ее словам, занимается бизнесом, но пока мы еще не выяснили, каким Она хранится в тайне и в секрете Да, привет, Катя, привет, Хоббит У нас программа Фокус-группа называется Почему? Не потому, что мы показываем фокусы, правильно? И не потому, что мы группа, которая играет музыку, музыкальную, правильно? Не знаю Хорошо, я продолжу Это Фокус-группа, потому что мы здесь собрались поговорить о рекламе Мы не так много знаем о рекламе, но кто-то что-то знает Катя, ты что-нибудь знаешь о рекламе? Ну, знаешь, вот я знаю просто как человек, который смотрит рекламу Да, не более того, мы не профессионалы Я знаю, что я на рекламу не ведусь Да, Хоббит на рекламу не ведется, Катя видела рекламу по телевизору Я тоже как-то более-менее связан с рекламой, потому что я телеведущий Но все наши знания о рекламе ничто по сравнению с тем, что знает о рекламе наш сегодняшний гость И я представлю его прямо сейчас Гигант российского рекламостроения Поведите креатива Игоря Лотт Здравствуйте, Игорь, аплодисменты Честно говоря, позвольте, я пожму вашу руку не только из уважения, а из-за того, что хочется все-таки потрогать Игоря Настоящий он или нет? Живой Живой Игорь Лотт здесь в нашей программе Живее всех живых, я бы сказал Мы рады вас видеть у нас здесь на Фокус-группе Мы знаем о вас многое, но больше всех вас, Игорь, знает хобби, потому что он... Его лутанул Я лутанул Я учил Уже лучше Я учил сделать шпаргалбу Сейчас нужно зачитать вашу биографию Отлично То есть мне уже можно? Махни тогда Давай, мотор Работал BBDO-маркетинг с момента учреждений с 90-го года, если не ошибаюсь Сначала как арт-директор, а с 93-го года творческий директор Абсолютно Они различаются арт-директором Да-да, я сейчас расскажу Участвовал в создании и работе креативного отдела BBDO Дизайн-студия отдела TV Production Под его руководством создавалась куча разнообразных роликов, которые я даже помню с детства Мы вот общались до нашей программы в гримерке И поняли, что все знают И вспомнили только Pepsi Pager MTV Но этого достаточно, чтобы... Конечно Кроме этой рекламы было еще куча всего, да Брендами назвать не будем Их было миллион Потому что мы все просто не... Если мы будем называть все бренды До конца программы, я думаю, что... У них денег не хватит, чтобы нам потом заплатить Абсолютно, да Это будет слишком дорогая программа Ну все правильно, Хоббит, сказал? Все правильно Я наконец-то вспомнил, чем я занимался последние 20 лет И это полезно ходить на нашу программу Да начнем с самого начала Хотелось бы понять, Игорь Вот такой интересный человек Вот как получилось так, что все-таки вы столкнулись с рекламой? Как она стала вашим призванием? Ну, честно говоря, это произошло абсолютно случайно В детстве я никогда не себе не думал, что можно заниматься рекламой, да Но рекламы как таковой не существовало Я помню, был магазин хлеб, молоко Который не нужно было рекламировать Да, там все было понятно Был белый хлеб и черный хлеб Все было достаточно просто, да И молоко было одно, да То есть вариантов было немного Была одна колбаса и было мясо, да Но был еще аэрофлот Кроме аэрофлота и еще другим летать было нечем Поэтому рекламировать это тоже не надо было, вот Поэтому в рекламу, если честно, я попал случайно Но ничуть об этом не жалею То есть, в принципе, получается, что вы родились в то время Когда ничего рекламировать было не нужно, потому что рекламировать было нечего И так все покупали Ну так стоял очереди везде в основном Ну да, очереди Ну все-таки, просто мне кажется, что дети, когда маленькие боят Опять же, я окунусь в детство СМЕХ Просто у детей же, ну, бывает, что, например У детей в детстве появляются какие-то музыкальные способности, да Мальчик, не, не про тебя, сейчас про другого мальчика Мальчик начал петь в детстве, начал хорошо петь И дальше родители увидели или учителя И как-то это развили И это превратилось вон теперь стал крутым каким-то оперным там пептом Ну да, что это послужило вот каким-то творческим талчиком Может быть, было что-то такое, что вам хотелось действительно Для того, чтобы это было как-то случилось Честно говоря, когда меня спрашивают, что меня привело в рекламу Ну, я думаю, что это два... Деньги Два момента Ну, один ты почти угадала, это любопытство и жадность Я бы сказала вот так, да Любопытство, потому что мне всегда интересно что-то новое Пробовать, как это устроено Как это будет работать И какие-то странные интересные новые вещи С другой стороны, хотелось бы за это получать деньги Ну да, деньги, деньги, деньги В конце концов, я, честно говоря, попробовал много профессий У меня такая очень толстая трудовая книжка Вот, поэтому... То есть вы все время чему думаете, что у нас сегодня шли занавесы? Ну да, деньги власти, с вами все время еще трудные Ну, прежде чем я нашел рекламу, вот это сочетание творчества нового и денег Пришлось в какое-то время потратить На это ушли годы упорного труда То есть не зазорно, что я сейчас на автомойке работаю, да? Отлично, я считаю, неважно Как говорится, неважно, с чего вы начали Главное, куда вы дальше двигаетесь Да, да, да То есть можно сказать, что рекламщиками, в принципе, не рождаются остановки со временем? Ну, в принципе, да Потому что первое поколение рекламщиков, это несостоявшиеся, ну, я помню, музыканты У нас работал там, например, Алексей Кортнев Ничего себе Да, в свое время Что-то имело Он занимался рекламой Что-то имело Я сейчас частенько вижу в рекламу как-то так видно Да, а сейчас он уже вернулся с другой двери, да? Вопрос такой Мы просто с Хофитом являемся фанатом фильма «Звездные войны» А Кати, насколько я знаю, нет Ну, так и иначе Есть такая история в «Звездных войнах», что там джедаи Ну, может, да, вы знаете, джедаи Они умеют управлять вселенной То есть есть определенная сила, которая рулит вселенной И джедаи этой силой умеют управлять Может быть, и у рекламщиков есть что-то такое? Не может человек просто так взять и что-то начать рекламировать Ну, реклама тоже управляет в какой-то мере То есть есть какой-то, может быть, внутренняя вот какая-то сила Тот самый креатив, который должен присутствовать в человеке Если у другого человека, например, Мningar consistency Поэтому как-то нет Да, вот Хоббит, вот порекламирую что-нибудь сейчас Вот пожалуйста У Хоббита нету этого самого креатива, нету этой силы Может быть, она присутствует вот в вас Правильно, нет. Реклама управляет вашими желаниями. Вашими мечтами. Она их формирует. Она формирует ваше будущее. Формирует то, что вы будете покупать. То, что вы будете хотеть. А как найти тот лозунг, чтобы управлять этими людьми массами? Реклама управляет рекламой. А как управлять рекламой? Мне кажется, первое, нужно иметь амбиции. Чтобы управлять чем-то, ты должен находить энергию, а большая часть энергии лежит в амбиции. Во-вторых, мне кажется, чтобы реализовать эти амбиции, нужна работоспособность, нужно много работать, потому что реклама, с одной стороны, это достаточно веселое занятие, с другой стороны, и я приходил, кстати, в рекламу, когда я приходил в рекламу, мне всегда казалось, что вот сейчас я приду, вот мы будем сидеть в студии, вот примерно так, будем сидеть на красивом диване, перед нами будет шампанское, красивые девчонки, белый лимузин, и я вот так же в белой рубашке. Ну, на самом деле, такое случается в нашей профессии, но это, наверное, меньше одного процента времени, то, чем мы занимаемся. У вас, наверное, просто время. Все остальное время, да, наверное, потому что все остальное время мы просто пашем, вот так тупо что-то работаем, встречаемся, разговариваем, придумываем. То есть реклама – тяжкий труд, все-таки. Реклама – очень тяжелый труд. Вот, поэтому труд, амбиции, ну, я думаю, при этом надо любить людей, потому что ты делаешь рекламу для людей, если ты их любишь, это твоя энергия, она передается людям, и люди тебя любят, взаимно. Это логично. Как сказать, вот, когда вы создавали какую-то рекламу, вот хотелось как-то похулиганить, вот что-то сделать такое, какие-то были, не знаю, там, с заказчиками, какие-то такие вот моменты, что вы хотели создать что-то одно, а получалось немножечко другое, а заказчик, точнее, говорил, что вот мы хотим что-то другое. Вот какие-то щекотливые ситуации. Это постоянно происходит. Хулиганить мне хочется постоянно. И щекотливые ситуации. Я продолжаю хулиганить, как говорится. Не могу себе в этом отказать. Ну, детство, детство. Мы никак не можем расстаться с детством. Я продаю вернуться к хулиганству в рекламе чуть-чуть попозже, а сейчас, когда посмотреть, все-таки первый рекламный ролик, мы же все-таки собрались обсуждать рекламные ролики и смотрели вместе с Игорем. И первый ролик будет как раз связан немножечко и с джедаями, и с рекламщиками. В общем, нелегкое детство рекламщиков. Назовем это так ролик. Нелегкое. Отличный ролик. Это он. Это я, молодой. Да, это молодой Игорь. Именно это я, я хотел сказать. Вот оно и детство. Вот оно и детство, пожалуйста. Тяжелое. Ну, кстати, молодой Дарт Вейдер, это же Энакин Скайуокер. Ну, для тех, кто не знает мифологию. Это я, не знаю. Вот, да, как. Мы потом поставим тебя перед телевизором. И заставим посмотреть все части. Заставим смотреть, да. Девять часов ты будешь ловить. Девять? Девять часов. В своей жизни я должна это увидеть. Вообще-то маленький Игорь Луц пытается управлять рекламой в данный момент. Не знаю, этого ролика. Сейчас Игорь Луц встанет, уйдет, мне кажется. Получилось. Нет? СМЕХ Мне нравится лицо мальчика. Хотя его не видно за маской, но видно, что какое у него лицо под маской. Я же, что ему карлик играл, честно, я знаю. Да, скорее всего, да. Ну, вот теперь вы поняли, какое тяжелое детство. Тяжелое детство. Но все-таки, например, вы, как человек, который создает рекламу и креативит по шкале, назовем его шкала Луцца, сколько вы дали этому ролику по креативности? Нет, ну я считаю, что это шикарный ролик, потому что как раз он с огромной любовью к людям, да, и к маленьким Дарт Вейдерам. Поэтому, нет, мне очень нравится этот ролик. Он, кстати, победитель Каннского фестиваля. Я не помню, правда, какого года. О, ничего себе. Так что это один из лучших роликов... Дарт Вейдер, он же раньше был хорошим, почему-то все с Звездной войной связано. Он же был хорошим, а потом перешел на темную сторону. У вас мало такого, что вы на темную сторону переходили и делали какой-то ролик, из которого вам стыдно? Духью захватывали. Нет, к сожалению, нет. Мы уже сегодня с ней что-то есть. Давайте попробуем. У нас еще впереди. У нас еще не вечер, как говорится. То есть даже не было такого момента, что к вам пришел заказчик и говорит, вот, я вам плачу 100 тысяч миллионов долларов евро, сделайте мне плохой рекламный ролик. Я жду этого заказчика и с надеждой. Да легче всего же. Тебе платят деньги, а ты не делаешь ничего. К сожалению, нет. Я сейчас говорю. Я просто хотела спросить еще, кстати, Игорь, вот по поводу того, что какая-то есть, существует вот цензура, табу, есть какие-то, может быть, какие-то подводные течения, какая-то запретная реклама или какие-то приемы, которые знают рекламисты. Но, в принципе, так, раз они там что-то посовещают, говорят, то сейчас мы сейчас все это все заделаем, пусть приходит кто-то там непонятно, но мы сейчас, то сейчас мы точно знаем, как этого человека так сделать. Вот какие табу, цензуры, вот кто это все, чем кто занимается? Ну, цензура как таковой, у нас есть закон о рекламе и реклама должна быть создана согласно этому закону. Если вы его нарушите, она просто не попадет на эфир. Да, вот как бы эфирные каналы отслеживают то, чтобы реклама, сделанная не по закону о рекламе, не попадала на эфир. Ну, то есть, получается, эфирные каналы занимаются, да, грубо говоря? Ну, как бы, да. И юристы на каналах за этим следят. Но, в принципе, рекламисты эти законы тоже знают, чтут и соблюдают. Если мы говорим о законах, да, есть законы жанра, есть законы, ну, там, как создать ролик, как продать что-то, да. Ну, там есть много маленьких трюков, которые... То есть вы живете просто прям согласно всем этим законам, да? Ну, конечно, оказывается. Мы законопослушные... Нету никакой вот такой уж вот какая-то авантюра вдруг возникает, и вот вы как-то пытаетесь обойти там что-нибудь... Нет, вот это называется вирусный маркетинг, да, когда мы создаем какие-то или ролики, или события, которые вдруг взрываются и, там, потрясают аудиторию, аудитория сама их начинает распространять, да. Вирусный маркетинг. Ну, что, давайте посмотрим еще один какой-нибудь ролик, который мне кажется почему-то, что запрещенный. Мне кажется, что этого нельзя всем показывать, но сегодня нам, может быть, что на второй программе проекламы... Давайте посмотрим. Акробатические этюды. Маскл! 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 Ее, уже по колбик. Ну, где я пригодил, кстати, по колбикам, по колбикам полтора часа. Эльминеты продавай. Эльминет! Ооо, эй, фэй! Вот это хорошо. Он выглядит хорошо Ну вот теперь вы видите, что с человеком можно сделать здоровый образ жизни, занятия спортом И реклама И хорошее средство гигиены И отказ от курения Посмотрел, ну это все из-за рекламы, я же не просто так курю Посмотрел этот человек, но мне кажется, чтобы стать как минимум таким накачанным, надо ходить в спортзал лет десять и столько же еще в солярии Да, попробуй накачайся вот до такой степени, на которой накачан он Если только снизу, по-другому не получится Все-таки, не знаю, мы не видели этот ролик у нас по телевизору Мне кажется, он супер креативный, как вы считаете? Мне он очень нравится, мне нравится там есть все, что мы хотели узнать про продукт У меня там есть прекрасный персонаж И это просто весело и приятно посмотреть Вот я бы с удовольствием смотрел бы и смотрел бы И на самом деле бы покупал бы точно билет, если бы этот чувак выступал Да, абсолютно верно Гатя, скажи, пожалуйста, а ты с точки зрения женщины Как ты относишься к черному властелину в целом? Черный властелин не совсем мое, но парень был приятный Как минимум И мне кажется, он вот как-то вписывается вот в эту, кстати, концепцию вот этого Ултспайс, да, это же он делает То есть это просто вот так вот это вот делает Что мне жалко, ладно, первый раз Научись управлять своим телом Как минимум Я еще аплодисменты назад И если кто знает английский в этой студии Отлично, так или иначе Мы говорили опять-таки про креативность Я забыл спросить И мне очень хочется узнать, а как вообще Вычисляется креативность того или иного ролика Потому что я более чем уверен Что люди, которые создавали вот эту рекламу с черным властелином И люди, которые, например, делали опять тот же какой-нибудь Любой там злосчастную рекламу стирального порошка, который мы видели Они сидели, думали и придумывали, да Креативили эту рекламу Скажу вас, Ростович, это, наверное, почти одни и те же люди Да Вот так их колбасит Где-то им заказчик все-таки сдал 100 миллионов долларов, а где-то нет Кстати, очень важная тема, когда один человек может придумать абсолютно для разных бронов Абсолютно Вот так и заключается секрет Луца Нет, ну там секретов никаких нет Но мне кажется, что Ну, на самом деле Креативность и Какая-то свежая идея Инновация Это всегда удача, это всегда лотерея, да И поэтому, ну вот, ребята выиграли в эту лотерею В этот раз Им повезло Иногда И, как правило, часто Это не получается По многим причинам То есть невозможно выиграть Ну, Вань, да Невозможно Невозможно выиграть в лотерею постоянно, к сожалению Ну да Хотелось бы, правда? У меня друг, кстати, не выиграл один раз Один раз Сколько раз играл? Один раз Выиграл, ну, лотерейный пилис Помнишь, как я говорил, русское лото Раньше Он реально выиграл кучу денег И купил себе машину Но потом у него украли его Поэтому все в порядке Я ушел Он взял А вот какую самую жесткую рекламу вы видели Вообще в своей жизни Может быть сейчас вспомните такое? Давайте не будем об этом Слушайте, вот Катерина начала говорить про хулиганство Опять же таки Я более чем уверен, что у Игоря же была такая ситуация Что он Значит, ты меня смотришь, ты спрошу у Игоря Была у Игоря такая ситуация Больше Кому-то я не знаю про Игоря Была ли у вас с Игоря такая ситуация Нет Вот ты спрашиваешь Какая была у Игоря ситуация Спрошу меня, я с Игорем знаком Вот так, как и ты В принципе, хорошо Такая ситуация Что все-таки Вы сидели, придумали Придумали что-то такое Понимали, что это очень круто Но это не пропустит Да это каждый день происходит Конечно Как раз это и есть вот эти таму Да, какие-то Конечно Ну конечно же Мы каждый день ходим по улицам Хотим что-то такое совершить Но не совершаем же Да Правда? Это человеческая природа Это человеческая природа такова У нас Теперь нужно, что у вас было Да я тоже работал танцором-попрошайкой Я чё-то поняла Я чё-то не поняла Мы просто скупаем Тяжкие сериалы Понимаешь, такие Ну все-таки Так или иначе Не забыл Так или иначе Мысль ушла Короче, вы соединяйся Я смогу Хорошо, ладно Раздевайся Так или иначе Вы говорили про Нет, про жесткую рекламу вы говорили А есть, ну то есть вариант Эти ролики не проходят Какое-то табу Цензура, о которой мы говорим И так далее Внутреннюю цензуру Внутреннюю цензуру Ну так или иначе Хочется их снять Может быть они тогда Уходят куда-то там на фестивале Да? Там же бывает какая-то реклама Которую не показывают В широкой публике По телевизору Её можно показывать? Редко, но бывает Ну там её можно всё-таки Ну в сети, наверное, можно найти всё что угодно В сети, конечно, да Да? Загрустил сразу Маленькую чёрную комнату Сам и делает Сам и делает Небось Только одну есть Где пожрать и порнушку Ладно В принципе это как раз нормально Я считаю Вы разделяете Тогда нужно по телевизору показывать Я всегда говорил Я предлагаю сейчас посмотреть Просто мне кажется Что, например, самая жёсткая реклама Это реклама почему-то японская Потому что японцы Мы вот смотрели сколько искать Обедчики в интернете искали Чаку-чем что-то любят странные Какие-то японскую такую рекламу Они что-то жидают Они самураи, кстати Поэтому они Они могли себе ханагири сделать Поэтому у них У них какая-то И вы смотришь Прям и кровь из глаз идёт Бывает Мы, конечно, сегодня Такого показывать не будем Мы тоже нашли парочку Точнее один японский ролик Может быть он не самый жёсткий И не самый запрещённый Не самый японский К сожалению Как бы хотелось бы Да? Ну мы давайте его посмотрим Ну мы давайте его посмотрим Вот, пожалуйста Вот так вот Это уже нам не было То, что мы можем Подкатом Если мы можем Не можем Не можем Да А ты не Как же можно Или же больше? Как же можно Это японский Это красный Японский нет еще Кто? Оно как я сытulsion Сниккарс Э? Баттам Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вы перед вами его захотите. Ты какой-то ролик нам показывал. И денег за счет автоматом спишется. Сегодня ролик? С момента про будущее. Это же не просто так... Реклама может быть скоро космической и межгалактической. Кстати, вот эта интересная реклама Редбула. Откуда они спускают человека? Из тротосферы прыгал человек. Живого человека. Давайте посмотрим. Редбул в тротосфере, одним словом. Сколько нужно было Редбул выпить, чтобы на такое пойти? Я бы не смог. На всякий случай надо было потратить 30 миллионов. Эта программа стоила 30 миллионов. Все-таки 30 миллионов долларов не маленький. Мне с вышки прыгают в стройку. Я въезжаю в стройку. Ты пошел бы сразу, купил Редбул после этого? Это уникальный человек. Я даже могу про него рассказать? Да, расскажи немножко. Да, реклама Земли. 14 октября 2012 года Баумгартнер, Феликс, если я даже править, поднялся на высоту 39 километров в стратосферу над Розово в Нью-Мексико на воздушном шаре на полном гелем и совершил свободное падение в скафандре на Землю. Во время прыжка Баумгартнер преодолел звуковой барьер, став первым человеком, сделавшим это без двигателя. Вот так вот скоро будет. Не просто? Но все-таки это какой-то симбиоз рекламы и рекорды Гиннесса? Или нет? Абсолютно. Но это на самом деле Редбул показывает возможность, какого может быть реклама, когда Редбул, производитель энергетического напитка, фактически становится медийным каналом. Вот этот ролик, по-моему, если я не ошибаюсь, просмотрел 8 миллионов человек, и на вложенные 30 миллионов, они получили сотни миллионов, ну как бы медийных просмотров, медийных денег. Если оценивать вот эти просмотры в деньгах, они там много раз отбили свои... То есть люди прям посмотрели, пошли покупать денег? На самом деле Редбул, с моей точки зрения, это очень интересная компания, потому что Редбул производит очень много интересного контента, который распространяет, его с удовольствием ставят на каналы, и они себя так продвигают. Тем более, мне кажется, что... Как это уже отдельная красивая история, да? Ну, они поддерживают экстремальщиков, экстремальные виды спорта. Ну, то есть... Кстати, если мы хотим посмотреть какие-то экстремальные... какой-то контент про экстремальные виды спорта, вот Редбул — это просто прекрасный канал, где вы можете увидеть очень много интересного. Вы хотели бы, чтобы, например, эта реклама была бы снята именно вами лично? Ну, на самом деле, да. Если бы я сделал этот проект, я мог бы спокойно закончиться рекламой. То есть вы, в принципе, идете к какому-то определенному моменту, который, да, как бы... Вы закончите после какого-то суперпроекта заниматься рекламой? Или в чем? Нет, ну на самом деле, хотелось бы в жизни совершить хотя бы один суперпроект. Тогда можно спокойно, да? Нет, ну, по крайней мере, я бы чувствовал себя спокойно. А может, у вас уже есть суперпроект? Не знаю, но всегда кажется, что... У меня в пачку отлично, я считаю. Что самый суперпроект еще впереди. Вот ты же знакома с творчеством. Я думаю, что в любом видел, как я, когда абонент суперпроект в истории реклама, здесь созданный и грянут. Не, ну, мне кажется, у Игоря все впереди, потому что вот если человек до сих пор не чувствует, что он какой-то совершил, значит, есть творческий какой-то потенциал, который сидит внутри человека. Ну, то есть, да? И поэтому говорит, что вот Игорь что-то сделал уже какой-то суперпроект, если он сам такого не считает, значит, это все впереди, потому что у людей бывает там нарастающее. То есть некоторые люди, они там в свои 20-е годы, там в 30-е, они как-то вот набирают сил, вот, допустим, взять каких-то известных режиссеров свой среди чужих, чужой среди своих. То есть это шедевр, да? А что было потом, это вот неизвестно что. А вот у людей наоборот, то есть у них в 20-30 лет они как-то еще не могут расправить крылья, а вот потом приходит вдохновение, и люди... В 20-30 лет я только в рекламу в 30-е годы. Вот, ну, тем более, да. То есть получается, что набирают силы, и впереди они вот чувствуют, что вот я еще не сделал. Действительно вот так вот. Вот я бы хотел прыгнуть из космоса, это круто, я считаю. Ну вот, видите. Можно еще перейти. На самом деле, большой плюс в том, что если Игорь Луц думает, что он не снял, как бы, еще крутые ролики, а он в это время уже снял, значит, он будет до тех пор думать и снимать крутые ролики тоже, как бы, в принципе, нормальное дело. Я надеюсь, что это будет не ролик, но что-то, какой-то крутой проект. Проект, да. Я надеюсь, что впереди. Я просто любитель Ютуба, ролики у меня все просто. Пожалуйста, пожалуйста. Да и накатайтесь на роликах все время на парке побед. Одни ролики в голове. Ну, например, сейчас вы занимаетесь до сих пор рекламой? Или вам хочется уже, может быть, надоело? Хочется заняться чем-то? Ну, я как бы... Еще? Ну, и... Рыбные блогеры? Никто не знает, да. Что будет дальше? Все впереди. Мир меняется, реклама, индустрия. Ну, на самом деле, сейчас я не очень говорю, люблю слово рекламу, потому что реклама... Ну, то есть, большинство, когда ты говоришь рекламу, понимают ролики, да. С моей точки зрения рекламы, мне большее слово нравится коммуникация, потому что вопрос рассказать о продукте так, чтобы его купили. Да, сегодня можно рассказывать не только про продукты, а можно рассказывать про гаджеты, да, чтобы... Да, а сейчас уже начинаются, появляются виртуальные продукты, да, если мы рекламируем там социальные сети, что это? Ну, как, ну, да. Да, это... Да, то есть, поэтому... В этом много чего интересно, в коммуникации много чего интересно, в коммерческой коммуникации, кроме много чего интересного, есть еще много денег, поэтому то, с чего мы начали, жадность и любопытство все еще впереди, мне кажется. На этом можно понести итог, но все, спасибо. Quality, value, style, service, selection, convenience, economy, savings, performance, experience, hospitality, low rates, friendly prices. Money, bank, guarantee, free installation. Это все про рекламу. Это все про рекламу. Ну, хотелось бы узнать, вот, Игорь, какие у вас творческие планы, и чем вы вообще собираетесь сейчас заниматься? То есть, что-то уже, наверное, вот подумали, какой-то есть креатив внутри, который неисчерпываемый. Нет, ну, на самом деле, прелесть, мне кажется, прелесть сегодняшней ситуации, я не знаю, чем я собираюсь заниматься, чтобы быть завтра. И мне дико это нравится. Вы знаете, сейчас, здесь и сегодня. И сегодня, да, и мне это очень нравится. Спасибо за компанию. Спасибо большое. У нас здесь, у нас в фокус-группе, отличный впечатленник, гигант рекламной мысли, супер-креативщик, человек, у которого есть жадность, есть любознательность, плюс еще, конечно, есть неизведанное, к чему мы все и стремимся. Это третий, я думаю, элемент успеха. Я думаю, все будет классно. Удачи вам. Спасибо вам большое, что просили еще вам. Это была фокус-группа телеканал О-2. С вами был Хоббит, Катя и Чак. Все, пока, увидимся. Отлично, молодец. Смотрите, смотрите, фокус-группы, ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Как у меня. Спасибо большое, очень классно. Ну вот, видите, хорошо? Да, классно, так что, нравится.